Здравствуйте! Сегодня 6 ноября и вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от банкир.ру Новую торговую неделю евро-доллар начал стабилизации своего курса в пределах узкого ценового диапазона 1,2814-1,2838. Однако продолжалось это недолго. Целый ряд сообщений, поступивших на рынок в ходе утренних торгов, усилили негативный настрой инвесторов по отношению к евро. Среди них заявление премьер-министра Греции Антони Сосомароса о том, что планируемое сокращение зарплаты пенсии в стране станет последним из мер жесткой экономии. Инвесторы отреагировали на это мгновенно, возобновив продажи евро-доллара. Причиной подобной динамики стало то, что даже такой подход не поддерживается парламентом страны, в которой правящая коалиция буквально разваливается на глазах из-за необходимости утвердить это решение. В связи с этим рынок уже теряет уверенность в том, что Греция вообще сможет получить зарезервированную для нее финансовую помощь. Вторым фактором, снизившим надежды инвесторов на скорый выход еврозоны из кризиса, стало заявление канцлера Германии Ангела Меркель на саммите «Большой двадцатки» о том, что кризисная ситуация в Европе продлится, вероятно, еще пять лет. Кроме того, одним из факторов негативной динамики евро оказались и неопределенность в результатах проходящих сегодня в США выборов, которая также активизировала спрос на безопасную американскую валюту. На этом фоне курс пары начал снижаться и от максимума азиатской сессии 1.2842 протестировал минимальный уровень падения на отметке 1.2767. Далее на торгах в Европе и на американской сессии нисходящий импульс угас и пара вновь стабилизировалась в узком диапазоне между уровнями 1.2773 и 1.28. В нашем прогнозе на вторник предполагаем возможную попытку пары протестировать на снижении уровень предыдущего минимума 1.2767-1.2747. Далее ожидаем откат пары и подъем курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.2803, 1.2823, 1.2874 и 1.2891. Если этот последний уровень будет пробит, возможен дальнейший подъем в направлении 1.2918-1.2960. Как показала вчерашняя статистика, деловая активность в сфере услуг Великобритании резко снизилась. Индекс активности едва удержался в зоне роста, продемонстрировав снижение до 50,6 от 52,2 месяцем раньше. Полученный результат оказался минимальным с декабря 2010 года. Ситуация с занятостью также ухудшилась. Общий показатель по промышленной сфере и сектору услуг вновь опустился в зону рецессии. Неудивительно, что после публикации данных британский фунт ослаб против доллара и пробив на снижение ключевой уровень поддержки 1.60 зафиксировал минимальный уровень падения на отметке 1.5960. Кроме того, негативная динамика британской валюты в последние дни на фоне падения деловой активности вновь активизировала спекуляции о том, что Банку Англии, вероятно, придется выделить дополнительное финансирование для поддержания британской экономики. Таким образом, настрой на рынке по отношению к британской валюте в связи с этим существенно меняется. Инвесторы все больше полагают, что на своем заседании в четверг Банк Англии увеличит рыночную ликвидность, выделив для этого дополнительные финансовые средства, что также продолжает оказывать негативное влияние на динамику британской валюты. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем первоначальный откат пары в ценовую зону 1.5993-1.6005. Если этот уровень будет пробит, последует продолжение подъема в направлении 1.6045-1.6075. Далее ожидаем возобновления снижения курса британской валюты к целевым уровням 1.5913-1.5850. В экономическом календаре вторника Резервный банк Австралии опубликует свое решение по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменения здесь не ожидаются, ставка будет сохранена на прежнем уровне 3,25%. В Великобритании будут опубликованы изменения объема промышленного производства за сентябрь и предварительные данные по объему ВВП за три последних месяца. Еврозона, включая ведущие экономики региона Германию, Францию, Италию, представит данные по деловой активности в сфере услуг своих регионов. В Канаде выйдут данные по деловой активности в промышленной сфере и секторе услуг, а в США состоятся сегодня президентские выборы и выборы в Конгресс. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.